Друзья, всем огромный привет! Сегодня сделаем самоделочку на основе вот такой простейшей зажигалки с турбонаддувом. Что получится, давайте посмотрим видео. Поехали! Первое, что нам понадобится, медный провод. В моем случае это 2,5 квадрата. Мы сейчас его быстренько зачистим. Берем обычную ручку, один край выставляем вот так вот и начинаем ее обматывать. Как раз получается, что заматываем под конус. Все, теперь снимаем. Получился у нас вот такой вот фрагмент. Теперь берем, выравниваем. Сантиметр отступаем и загибаем. Излишку, конечно, обрезаем. Для чего все это? Придаем жесткость, во-первых, самой пружине и также кончик тоже делаем, чтобы он был жестче. Какой-то обрезочек фанеры мне пригодится, прям два волокна. При помощи стамески сейчас вот возьму кругленький надфиль и сделаю проточку по центру. Проточку делаю, чтобы можно было медную проволоку вставить вовнутрь, чтобы она хорошо держалась. Делаю два таких вот кусочка. Делаю, в общем, получается не две одинаковые. Два прореза, два углубления. Теперь вставляем вовнутрь, вот таким вот образом, чтобы она, можно было ее прижать. И при температуре не нагревалась зажигалка, а нагревалось только дерево. Но без синей изоленты, конечно, никуда. Это было бы, как всегда, все не по ГОСТу. Ее клеим, делаем с ней обязательно. И главное, синяя. В общем, вот так вот замотал. Что это дело? Вот так оборвали. Получаем вот такую вот картину. Она немножко регулируется. Берем зажигалку, выставляем, что получалось по центру. И также обматываем ее изолентой. Я думаю, что по синей изоленте все, согласитесь, это будет, конечно, 100% по ГОСТу. И все будет 100% работать. Получаем вот такую вот картину. Ну и, конечно же, у нас с вами получился самый простейший паяльник на скорую руку. Взял самый обыкновенный припой. Теперь нагреваем. Я не знаю, сколько, прям 5-10 секунд нужно. И уже, как видим, все плавится. Давай сейчас попробуем запаять проводочек какой-нибудь. Все, 5 секунд даже тут, ну, я не знаю, сколько времени. Ну, подогореть можно немножко, да, всегда. Как видите, ну, прям на скорую руку запаять что-то. Всегда можно. Облудить. То есть, как видите, тема прям рабочая. Друзья, ну, прям самое простое, что можно было сделать из зажигалки. И самое главное, что рабочая. Сейчас продемонстрирую, что реально она хорошо запаяна. Он оборвалась до места пайки. Класс. Так же, давайте попробуем на каком-нибудь на плате отпаять проводочек. Как видите, все отпаивается. И так же, я думаю, можно все это дело на место припаять. Все, все на месте. Друзья, ну, у нас с вами получился вот такой вот самый простой паяльник на скорую руку. Если вам понравилось, обязательно поставьте палец вверх, прокомментируйте данное видео, что думаете по этому поводу. Поработаем вот с такой вот зажигалкой. Идея, конечно, не новая, но когда зажигалка уже отработала свой ресурс, ее можно еще раз использовать и дать ей вторую жизнь. Первым делом, конечно, саму зажигалку мы разбираем, снимаем защитную вот эту штучку, выкидываем. И нам нужно само колесико. О, так-то даже кремень еще был хороший. Так же, может, кому-то может пригодиться пружинка. Но нам больше сейчас нужен сам барабанчик. Надо нам его разобрать. Для этого буду использовать пассатижи и маленькие пассатишки. Все это хорошо разбирается. И у нас получился вот такой вот барабан. Я не знаю, с чего он сделан, с какого металла, но очень прочный. По отношению, конечно, вот этих самих колесиков, которые были. Ну, наверное, все понимают, что колесико я это буду использовать для грайвера. Это халявная шарошка. В каждом грайвере есть в наборе всякие наборы. И есть вот такой вот переходничок. Как раз он четко подойдет. То есть мы его вставили. И затянем. Конечно, сейчас ее попробуем на пластике, на деревяхе, на какой-нибудь медной трубке. Первое, начнем с деревяхи. С панерки. Как видите, я прям даже не останавливал видео. И сразу вот на 5 секунд прям дерево вообще обрабатывает очень быстро и хорошо. С деревяхой понятно. На ура. Ну и с пластиком, я думаю, то же самое будет. Тоже все съедает прям за считанные секунды. Ну, давайте попробуем теперь на медной трубке. Как видно, мягкий металл тоже обрабатывает прям в считанные секунды. И что же с нашей фрезой? А с ней-то, смотрите, вот прям ничего вообще не случилось. Немножко забились поры. Да, немножко подзабилось, но это нелегко убирается, вычищается. Так что годный, оказывается, на самом деле лайфхак такой, да, что можно использовать этот барабанчик. Кстати, совершенно, можно сказать, бесплатно. Получается маленькая шарошка. У меня, кстати, давно в комплекте одна уж такая валяется. Уже давным-давно пользуюсь таким способом. Просто решил поделиться с вами. Ну, а также можно самой зажигалкой также использовать. Также есть еще вот такая вот пружинка. Может быть, кому-нибудь для чего-нибудь пригодится. Также какой-нибудь клапан для какого-нибудь, для каких-нибудь целей. А в одноразовой зажигалке еще есть очень классный момент. Там есть еще резиночки. Так что пользуемся бесплатно. Всем, кому понравился палец вверх. Я с вами прощаюсь. Всем вам хорошего настроения. Самое главное здоровья. До новых встреч. Пока-пока. Пока-пока.